Всем добрый день! Готовлю сегодня очень вкусные турецкие лепешки. Что-то наподобие хлеба без дрожжевого. Получаются такие маленькие вкусные лепешки, покрытые соусом из йогурта и присыпанные черным тмином. Очень классный рецепт, быстро получается, вкусно. Если у вас, например, бывает так, да, нет хлеба и лень бежать в магазин за хлебом, вот, полчаса, 35 минут, 5 минут там тесто делается буквально, и плюс 30 минут на выпечку. 35-40 минут, все, поднос целый, очень вкусных лепешек. Оригинальное название я, к сожалению, не смогу воспроизвести, хотя я себе в тетрадочку записала, как она называлась на самом деле. Напишу вот здесь где-то под видео, возможно, кто-то владеет турецким языком и сможет сказать, как это правильно читается. И давайте их будем готовить. О, забыла, секундочку, забыла сказать, что из этого теста турки готовят очень вкусные еще пирожки быстрее. Только залепляют их немножечко по-другому. Не как мы пирожки залепляем, а как вот, как вареники, кладут их на бочок. И начиняют их картошкой с фаршем. Все, теперь все. Давайте готовить. Итак, давайте будем готовить лепешки. Но первым делом поставим разогреваться духовку на 180-200 градусов, в зависимости от вашей духовки. Я ставлю на 180, потому что здесь духовка термоядерная, перебирают температуру. Вы смотрите по своей. И готовиться они будут очень быстро. Здесь полкилограмма муки. И добавлю сюда один пакетик разрыхлителя. 12 грамм. Мука просеянная, разрыхлитель тоже просеиваем. Чайная ложечка соли. Готовится все по принципу сухие ингредиенты отдельно, жидкие отдельно. Растительного масла, 130 миллилитров. Молока. Все буду наливать в один стакан, чтобы бессмысленно не пачкать посуду. 200 миллилитров молока. И нужен густой, хороший, жирный йогурт. 3,2%. Я такого не нашла, но нашла вот такое вот кислое молоко. То бишь, наверное, по-русски это будет простокваша. И ее нужно будет 160 миллилитров. Посмотрите, какая она густая. Вот. 160. Далеко эту просто квашу не убираем, потому что она понадобится нам для того, чтобы вверх смазывать ей еще лепешек. И все, теперь эту жидкую смесь добавляем в муку. Немножко подсыпала муки на стол. И нужно замесить нелипнущее к рукам тесто. Тут уже все будет зависеть от муки. Возможно, еще кому-то побольше придется добавить. Я вот вижу по тесту, что мне буквально вот этого вот хватит. То, что я высыпала на стол пару щепоток. Вот так вот посмотрите, мягко, ну, эластичное. Немножечко еще насыплю на стол. Сейчас будем сформировать лепешечки. Берем это тесто и делим примерно на 12 лепешечек. Так, что-то, как я не старалась. У меня 12 не получилось, у меня получилось 11. И теперь нужно брать каждую лепешечку. И можно руками растягивать. Можно это делать калкой. Кому как удобнее. Они должны быть небольшие. Вот, от кофейной чашечки блюдечка, посмотрите, как раз вот такого размера. Вот. На ладошке видно, да, размер блюдечка. Помыкаем немножечко мукой себе, если нужно. Если подлипают лепешки. Так, ну, и теперь нужно сделать такую заливочку тоже на базе вот этого вот йогурта, который мы брали. Так, я сегодня суперэкономная хозяйка. Эта миска осталась от жидкой смеси. В принципе, все то же самое практически будет, кроме молока. Две ложки. Вот такого густого кислого молока. Две ложки растительного масла. И ложка нигелы. Все перемешать. И идем к нашим лепюшкам. Вот такой вот лист у меня получился. И на каждую по ложечке вот этой вот смеси. Можно было даже по три ложки взять немножко. Мне вот на последнюю даже маловато взяла еще по ложечке. В общем, да, по три лучше. Потому что лепешки должны вот этой вот прям хорошо покрыты смесью. И последний штрих. Берем вилочку. И вот так вот делаем. Крест-накрест как бы такие какие-то полоски прорисовываем. Все, выпекаем временем, пока я делаю мусаку с картошкой. У меня тут уже лепешечки подоспели. Посмотрите, какая красота. Ровно 30 минут они у меня выпекались. Вот мои лепешки турецкие. Давайте посмотрим, какие они внутри. Я как в том фильме горшок из-под низу тянула, так я с лепешку самую нижнюю. Надо достать не сверху, а вот прям из-под низ. Вот такие вкусные нейтральные хлебушки получаются. Не знаю, очень приятные на вкус. Поэтому, возможно, кому-то важна выпечка без дрожжей. Вот, пожалуйста, вариант такого без дрожжевого хлебушка, лепешечек. Очень вкусного. Всем желаю приятного аппетита. Удачных вам лепешек. И до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok